На порталах TheGet поступил вопрос, возможно ли самостоятельно освободиться зависимости? Да, возможно. Сейчас надо понять, меняется парадигма отношения человека вообще к разным проблемам. Фармкомпании оплачивают большие конференции, на которые приглашаются ученые, в них внедряется определенная система мышления, вследствие которой любые человеческие проблемы воспринимаются как болезнь, а раз это болезнь, вот есть лекарства. Некоторые светские исследования как раз приводят в пример того, что это возможно, опыт ветеранов Вьетнама, которые, в принципе, вернулись, многие из которых вернулись уже в США геронезависными людьми, но наличие, например, какой-то перспективы уже в гражданской жизни привело к тому, что многие вышли из зависимости даже без всякого лечения. Надо понимать, что зависимость в случае нейрофизиологии представляет стойкий очаг возбуждения в коре главного мозга, и это определение очень на 100% коррелируется с представлением аскетическим о том, что такое страсть. В случае святых отцов страсть побеждается не сколько борьбой с ней, сколько воспитание противоположных добродетелей. И это мысль с точки зрения нейрофизиологии переформулируется таким образом. Если у человека появляется какая-то конкурирующая сеть, вторая доминанта, то патологическая доминанта тормозится. То есть если у человека появляются какие-то высшие смыслы, общение с близкими, любовь, которая увлекает его вперед, то, ради чего он может бросать, то тогда он сможет бросить. Если у человека этого не появляется, то даже при наличии какого-то лечения ему бросить будет крайне тяжело, если вообще возможно. Потому что если человек уже вследствие своей какой-то смысловой нищеты вошел в зависимость, то зависимость для него не является единственным утешением. Вот как даже в одном советском фильме про террориста, еще такое советское было кино, не помню, как это называется, но не суть важна. Как раз когда отлавливали террориста, он захватил самолет, он использовал женщин, чтобы скрываться у них. И когда одну женщину допрашивают, например, от ее связи с этим человеком, она говорит, не лезьте в мою жизнь, это единственное, что у меня осталось. И поэтому, если у человека нет ни любви, ни смысла для него наркотики, алкоголь или какая-то, это все, что у него есть. Поэтому скажет, не лезьте в мою жизнь своими грязными руками. Но если появляется что-то выше, то он бросает где-то и сам по себе. Ну, конечно, необходим труд, не все так просто. Ну, вот, например, в рукопашном бой это называется удар с проносом. То есть смысл в том, что если вы нацеливаетесь, ну, не призываясь бить другого человека, но нацеливаясь, например, на грудь противника, концентрировав взрывной момент в этой точке соприкосновения, но если он делает шаг назад, ваш удар, он проваливается, и вы не на него ставите. Поэтому удар с проносом, когда, опять же, не призывая никого бить в нос, но если вы бьете в нос, вы должны цель поставить, это затылок. И поэтому, когда человек борется с зависимостью, не должен ставить цель, должен победить зависимость. То есть, да, эта цель должна быть выше. Я должен это делать ради чего-то, ради любви. Тогда у него получится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok